Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН. Разработчики выложили на продажу комплект танков 7 уровня за 7000 голды. Перед тем как с вами начнем, подпишитесь пожалуйста на канал, обязательно поставьте лайк данному видео, кроме вас поддержать развитие канала просто некому. И заранее спасибо за просмотр. Итак, выложили на продажу набор. В составе две машинки, это семерки, ПТшка и СТшка. В комплект входят камуфляжик на Т-44-85, кому-то заходит, кому-то нет. Я к камуфляжам абсолютно спокойно отношусь, поэтому ценности не считаю. Что касается аватара, вообще их не понимаю. Есть по Х5 по 15 штук на каждую данных машина, значит сможете прокачать себе элитный опыт экипажа. Есть два слота в ангаре для того, чтобы машины поставить вдруг места нет и открытое все оборудование. Что касается самого набора за 7000 брать или не брать, обсудим чутка позже. Ну а что касается самих машин, давайте начнем с товарища ИСУ. Товарищ ИСУ меня, честно говоря, абсолютно ничем не впечатляет. И его можно взять отдельно за 4000 золота, что я, честно говоря, считаю дорого. И сейчас, ребят, объясню почему. Дело в том, что если мы обратимся к специальной платформе, на которой мы можем посмотреть в отношении брони техники, то вопросов нет, это вам проходная СУ-152, которая даже невооруженным взглядом существенно отличается по броне от ИСУ-122С, которую сейчас предлагают купить. То есть брони действительно в ИСУ-шке больше. Но давайте посмотрим на сравнение двух этих танков. Но я не люблю, честно говоря, сравнительные таблицы, ее люблю заценивать в боях машины, но в данном случае мы сравниваем очень, очень похожие друг на друга автомобили, поэтому без таблицы, безусловно, будет сложно. Обратите внимание, характеристики тупо одинаковые, просто во всем одинаковые характеристики. Да, разброс типа чуть-чуть хуже у СУ-152, у проходной удельная мощность типа чуть-чуть меньше. И, честно говоря, кроме доходности я ничего здесь не вижу. Доходность 150%, это немного, реально немного, то есть 170% это уже нормально. 150% это просто хорошо, это, безусловно, лучше, чем проходная машина. Но, ребят, все-таки, мое скромное мнение, ну не стоит ИСУ-122С покупать исключительно ради того, чтобы на ней, как говорится, фармить серебрянью. Поэтому, ребятки, я и не считаю за необходимое рекомендовать вам приобретать за 4000 данную машину отдельно. Что касается набора за 7000, то Т-44-85 я себе приобрел на новогоднем аукционе и врать не буду, то ли за 2000, то ли за 2500 золота. Насколько стоящая машина, ребят, подпишитесь на канал, поставьте палец на колокольчик, потому что буквально через пару часов выйдет честный обзор на Т-44-85, ну а там уже, как говорится, и посмотрите. Ну а что касается, все-таки, ребят, набора за 7000, я считаю, что это дороговато. Ну, как минимум, потому что Т-44-85 народ забрал с аукциона только по крайней его цене, самой сниженной, я же говорю, то ли за 2, то ли за 2500. А ИСУ-122С по определению не стоит 4000 золота. За такие деньги можно купить себе что-нибудь более годное, более интересное, более веселое. Вот, допустим, та же самая СУ-100У, поверьте, хоть и на уровень ниже, но на голову выше, чем ИСУ-122С на своем уровне. Это мое честное и субъективное мнение по данному наборчику, покупать или нет, решать вам. Ну а самое главное, ребят, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, потому что, как я уже сказал, через пару часов на канале выйдет честный обзор на вторую машинку из данного набора. На данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего, спасибо большое за просмотр, мира вам, друзья мои, и спокойствия, пока-пока.